Давайте мы еще воздадим Ему сильную славу. Дорогие телезрители, воздайте славу Богу! Аллилуйя! Сегодня прекрасный день. Вы знаете, сегодня я верю просто, что-то изменится в вашей жизни. Потому что сегодня Бог хочет что-то совершать. Сейчас момент, когда я хочу несколько слов сказать о финансовом процветании. Вы знаете, я в самом деле верю в то, что человек может иметь финансовое процветание от Бога. Потому что в моей жизни был этот случай, когда я зашел в тупик. Вы знаете, я зашел в тупик, я был пастором. И представьте, до какого состояния я дошел, когда у меня была такая нищета, долги, проблемы, денег никогда нет. И вы знаете, всегда испытывал какое-то уничижение. Вот через то, что у меня нет денег. А вот откровенно, вот кто-то такое испытывал или нет? Вот когда у тебя нет денег, и ты униженный. И ты переживаешь внутри вот это уничижение. Уничижение. Знаешь, и мне все время так было тяжело от этого. И вот знаете, оно достигло такого пика, что я видел, что... Знаете, вот я пастор, вроде церковь. А вот через то, что у меня всегда нет денег, я какой-то уничиженный. И это все время. И оно как перестало вообще исчезать, это состояние. И я помню, это было 7 часов утра. Знаете, какого-то человека должен был куда-то отвезти. Я помню, сижу в автомобиле. И знаете, в таком состоянии я говорю, Бог. Говорю, наверное, нет никакого процветания от Тебя. Я думаю, что, знаете, вот то, что я тогда сказал, это было в смирении, но это была такая откровенность, искренность с Богом. Я говорю, наверное, нет никакого процветания от Тебя. Наверное, нужно быть просто каким-то умным, образованным. Учиться нужно. Гниги читать. И я еще такую вещь сказал, помню, Богу. Наверное, проповедники врут. Нет никакого процветания. Потому что я этого испытал, его просто нет. И знаете, в моей машине вдруг вот так как будто дымка появилась. Машина наполнилась реально светом. И это был как дым, туман. И Дух Святой в тот момент, Бог мне проговорил. Левит. 22-29. И книгу Левит, чтобы вы знали, я очень не любил в то время. Я всегда, когда читал Библию, книгу Левит я пропускал. Потому что там вечно режут животных, ну и все остальное. Это печень в одну сторону, почки в другую. И я это все не любил в общем. А тут мне Бог проговаривает с книги Левит. И я открываю это место, и там написано. Если приносите Богу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. И вот Бог мне открывает слово так. Потому что там говорится так, а как не говорится. В Библии, знаете, вот есть слова, которые потом только Дух Святой тебе может открыть. И Бог мне открыл, что ты должен принести такую жертву, которую не забудешь никогда, которая поставит тебя в тупик. Я помню, я это пережил, это откровение. И это было стартом для всех моих жертв по сегодняшний день. И слушайте, что я узнал. Самая главная мысль, которую я хочу вам донести. Дорогие телезрители, послушайте. Существует процветание от Бога. Это правда. Бог может изменить всю твою жизнь финансовую. Он может дать тебе и деньги, и богатство. Он может это делать, и Он это делает. Но нужно знать некоторые принципы. И один из принципов, друзья, он очень важный. Вот поймите, простую вещь. Писание нам говорит о том, вот есть две вещи. И Писание нам говорит, первая вещь, в которой человек, он должен быть всегда верным. Это десятина. Десятина, то есть 10% от доходов. Библия учит нас, что они нам не принадлежат. Они принадлежат Богу. И вы знаете, люди, которые верны в десятине, они имеют фундамент для того, чтобы процветать. И они через эту десятину должны строить свою веру. Теперь второе. Послушайте, что вот две вещи. Второе. Это партнерские. Партнерские – это уже не десятина, которая принадлежит Богу, а это уже твоя жертва. И партнерские – это настолько важная вещь, друзья, что Бог многих людей через партнерство буквально поднял. Почему? Потому что для Бога это очень важно. Партнерство – это то, что связывает тебя с работой Святого Духа на земле. И теперь вот смотрите, давайте подумаем. Эти два семени. Скажи, два семени. Скажите громко, друзья. Два семени. Дорогие телезрители, скажите, два семени. И вот смотрите. Два семени, в которых мы должны быть все верны. Каждый. До одного человека. Особенно я сейчас говорю к телезрителям. К нашим дочерним церквям. К нашим интернет-домашним группам. Я вам просто говорю. И всем телезрителям. Если вы не ходите ни в какую церковь. Я вам скажу, десятину вы можете присылать. И это очень важно для вас. Потому что через это вы праведны. Потому что праведность в деньгах приводит к процветанию. Нечестие в деньгах приводит к проклятию. И когда люди нечестны в деньгах, нечестие. То есть они удерживают десятину. Они конкретно удерживают партнерские, которые Бог от них ожидает. Что происходит с ними, друзья? Через нечестие приходят проблемы. И потом у человека, естественно, никогда не будет веры. Потому что веру дает Бог праведникам. И ты можешь думать, я верующий человек. Но вопрос, праведен ли ты в деньгах? Праведен ли ты в финансах? Люди задают вопрос и говорят, пастор, а скажи, вот за десятину нам понятно. К примеру, да? За десятину все ясно. Десять процентов от дохода. А вот ты мне скажи, партнерские, какие партнерские мне давать ежемесячно? У кого-то есть такой вопрос? Если есть, поднимите руку, мне интересно просто. Вот, у многих есть. И вот вы знаете, и я думаю, у многих телезрителей есть. Есть два вида людей. Есть люди, которые призваны служить деньгами. И когда человек призван служить деньгами, он может отдавать и 50% своего дохода. И существуют люди, которые сегодня уже там миллиардеры, мультимиллионеры. И послушайте, это люди, которые вообще отдают 90% своего дохода. И они себе оставляют только 10%. То есть призвание в даяние, это, ну знаете, люди, которые призваны. Писание говорит так, в послании к Римлянам, даятель – это дар. Даятель – это дар. Скажи, даятель. И вот существует даятель. В этом зале сидят люди, которых призваны конкретно давать. Они занимаются бизнесом, у них есть призвание. Бог для какой-то цели их поднимает. И цель – это спасение людей. Каждый из них, он будет подниматься благодаря одному, что он держится этой цели. Если он будет уклоняться от этой цели, естественно, Бог не будет дальше действовать так, как он действовал раньше. Я это видел. Я видел людей, которые сильно поднимались в жизни благодаря тому, что они делали акцент на спасении людей. И видел, когда люди это оставляли, у них сразу же начинались проблемы. У некоторых даже возвращались болезни, от которых они исцелены. Потому что дьявол, он как раз ходит на той территории, где люди отходят от цели. Итак, послушайте. Вторая категория людей – это обычные люди, которые служат, которые, может, любят Бога, но которые не имеют этого дара даятеля. Но они нормальные христиане. Нормальные люди, в конце концов. И таким людям всегда вот есть рекомендация. Если есть 10% десятина, то партнерские – это 5%. 5% от дохода. Теперь вы хотите послушать одну интересную притчу нашего Господа Иисуса Христа? Хотите или нет? Я не слышу вас. Хорошо. Вы так, смотрю, прям как замерзли моментально. моментально застыли. Потому что тема денег, она настолько мощная. Это как фомка, которая срывает с твоего лица любую маску. Понимаешь? Эта тема такая мощная. Аллилуйя. Потому что мы устроены. У нас прямо на ладонях написано «Дай, дай, дай». И знаешь, Бог хочет дописать там «Давай». Изменить нашу натуру. Но послушайте, эта притча просто она мощная. И она сегодня поможет вам, поможет вам реально изменить вашу жизнь. Я сейчас говорю эти слова для того, чтобы изменилась твоя финансовая жизнь. Чтобы ты выбрался из застоя и имел реальный, стабильный, непрекращающийся прорыв в своей жизни. Кто из вас этого хочет, а? Это просто мощно. И я вам скажу, любой обычный человек, дорогой телезритель, возможно, ты обычный, простой человек. И ты можешь иметь стабильный прорыв. Итак, 13 глава Матфея. И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, налетели птицы и поклевали то. Это первая категория. Иное упало на места каменистые, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод одного сто крат, а другое в шестьдесят. Иное же в тридцать. Кто имеет уши? Слышать. И здесь говорится о духовных ушах. Здесь говорится, да, слышат. И дальше он, Иисус трактует. 18 стих. Выслушайте, вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Я дальше не буду читать, послушайте мысль. Существуют разные почвы для того, чтобы сеять. И вы знаете, в моей жизни я видел, я много жертвую. И я видел, что бывает такое, когда ты посеял семя, и невероятный просто результат от этого. Резонанс. Скажи со мной, резонанс. И, дорогие друзья, дорогие телезрители, послушайте. Когда речь идет о финансах, финансы это семя. Десятина это тоже семя. Это вид семени. Она принадлежит Богу. И мы обязательно должны быть верны. Но вот в чем вопрос. Я понимаю, что десятина, партнерские, все это мы можем посеять в разную почву. Понимаете? И одна из почв, которую, бывает, люди сеют, они сеют, знаете куда? В свои нужды. И это почва, из которой никогда не будет ответа. То есть это то, что умирает. Бывало даже, я видел случаи, когда люди, они думали, я возьму десятину и буду делать благотворительность. Нет, друзья. Благотворительность нельзя делать на десятину. Десятина имеет назначение. И из всех почв, куда ты можешь посеять, десятина должна идти в церковь. Для того, чтобы написано в храме, то есть в церкви Божьей, была жизнь. Чтобы Евангелие проповедовалось. Партнерские, это семя. И можно посеять это семя, друзья, в такую почву, откуда не будет просто результата. Но есть почва. И знаете, какую почву я знаю? Которая самая сильная почва. Друзья, это работа Святого Духа. Когда мы сеем в работу Святого Духа, мы будем обязательно иметь жатву. Мы будем иметь плод. И в моей жизни я всегда видел одну вещь. Бог, Он по милости своей помогал мне быть верным. Вы знаете, я сегодня сам являюсь партнером. И я являюсь партнером конкретно движения Духа Святого в Духовном Центре Возрождения. Я жертвую. И это для меня норма. То есть 10 тысяч долларов каждый месяц я выделяю на это. Я являюсь партнером для моего пастора. И я поддерживаю его семью. И для меня это важно. То есть я обязательно 5 тысяч долларов каждый месяц отсылаю. Это уже годы, годы, годы. Даже когда у меня нет денег. Даже когда у меня кризис. Даже когда у меня все плохо. Не имеет значения. Я не пропустил никогда ни одного месяца. Потому что для меня это принцип. Это та добрая почва, куда я сею. Я поддерживаю пастора Ральфа. Каждый месяц 5 тысяч долларов я отсылаю пастору Ральфа. И есть другие еще у меня вещи, куда я отдаю финансы. Это и детский дом, и онкоцентр и так далее. Но суть вот в чем. Послушайте. Я говорю сейчас о своих личных партнерских. Не просто о каких-то деньгах, которые в церковь пришли. Это другие деньги. Я их не касаюсь. Я говорю о своих личных. И ты должен понять. Если я это делаю. Неужели ты думаешь, что я глупый человек, который просто растрачивает деньги и напрягается попусту? Послушай. Я не глупый человек. Я считаю себя мудрым человеком. Потому что я получаю советы от Духа Святого, с которым я всегда советуюсь. И который мне подсказывает. И то, что он мне подсказывает. Послушайте. Это две вещи. Всегда будь верен в десятине. И всегда будь верен в партнерских. Если сегодня еще ты не являешься партнером. Это на самом деле является проблемой. Потому что Бог ожидает от тебя, что ты станешь партнером. Потому что партнерство, оно так же важно, как десятина. И я это говорю сегодня каждому телезрителю. Если вы находитесь в церкви. Может это церковь Духовного Центра Возрождения. Может это другая церковь. В своей церкви вы должны быть верны в десятине. Чтобы ваша церковь росла. Чтобы ваша церковь умножалась. Чтобы были деньги для того, чтобы оплатить, к примеру, аренду помещения. Аппаратуру. То есть все, что связано со спасением людей. Может напечатать флайера. Послушайте. Когда в церкви нет денег. Дьявол радуется и торжествует. Но когда в церкви есть деньги. Когда все люди в церкви верны в десятине. Сатана поражен. А Иисус прославлен. Аминь. Аминь. И вот вы должны знать, дорогие телезрители. Что вы должны быть верны в своей церкви. Может это баптистская церковь. Пятидесятническая церковь. Может это харизматическая церковь. Которая не принадлежит к Духовному Центру Возрождения. Не имеет значения. Мы все в принципе, поймите, одна семья. Мы все братья. Но вы в своей церкви должны быть верны в десятине. И если только вы не ходите ни в какую церковь сегодня. И вы хотите давать десятину. Вы можете прислать ее нам. И эта десятина пойдет на Евангелие. На телеканал. На проповедь. На операции для детей. На химиотерапию. На все, что мы делаем. Это много очень дел. Но суть вот в чем. Будьте верны в своей церкви. И партнерские это то, что сегодня вы можете присылать конкретно в Духовный Центр Возрождения. Чтобы сегодня Евангелие проповедовалось. Я вам скажу, Духовный Центр Возрождения сегодня это добрая почва. Куда ты всегда сеешь. И ты будешь видеть плод в 30, 60, 100 крат. И я вам скажу, что это важный момент. Потому что партнерские это важно. Многие люди не понимают. Они говорят, что когда они присылают партнерские в Киев, то эти деньги идут в Центральную Церковь. Нет. Центральная Церковь, как и любая другая, является партнером движения. Меня все услышали? Потому что существует офис, который работает на весь мир сегодня. Он работает на все церкви. Чтобы до каждой церкви дошел сигнал нашего телеканала. Чтобы сегодня снимались передачи. Все это делается для всего мира. Наша цель проповедовать Евангелие до краев земли. И все скажут на это твердо Аминь. Дай Богу хорошую славу. Поэтому сегодня, дорогой телезритель, дорогой брат, сестра, дорогой друг. Когда ты становишься партнером. Я хочу тебе сказать, это изменит твою жизнь. Это нужно не мне. Это нужно тебе. Потому что я уже партнер. Сегодня, когда говорят, я партнер Владимира Мунтяна. Это чудесно. И я партнер Владимира Мунтяна. Потому что я сам даю на это деньги. Я сам живу тем, чтобы проповедовалось Евангелие. И мои финансы, финансы моей семьи идут на это. Если это делаю я. И я вижу Божью славу на своей жизни. То как ты думаешь? Когда ты начнешь это делать. И в твоей жизни проявится Божья слава. Вы знаете, однажды была история, когда Авраам, он победил пять царей со своей командой. И потом, после этого, как он победил пять царей, он встретил разных царей, которые приветствовали его. Это был царь Содомский, и это был царь Салимский, Мелхиседек. Я вам зачитаю это место. Это очень интересно, потому что мы поймем, насколько важно десятина и партнерство. Посмотрите. Это 14 глава Бытие. Здесь интересная вещь написана в 18 стихе. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его. И сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Смотрите. Десятую часть из всего. И 15 глава говорит, после сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. И сказано, не бойся Авраам, я щит твой, награда твоя весьма велика. И вот смотрите, что интересно. После того, как он дает эту десятину, после того, как он, я не зачитывал вам это, отказывается от царя Содомского. Что с ним происходит? Писание говорит, после этого Бог посещает его и говорит ему, я твой щит и награда твоя весьма велика. И слушайте, что происходит. Мы все думаем, что когда мы даем десятину или когда мы даем партнерские, Бог нам воздаст просто наличкой. И мы говорим, Господь, воздай налом, пожалуйста. Я вам расскажу одну вещь, которая вас потрясет сейчас. Когда мы верны в десятине и когда мы преданы Богу в партнерстве, Бог воздает нам не просто деньгами. Аврааму Бог воздал тем, что у него родился сын Исаак. И он ему говорит, ты будешь отцом множества народа. И теперь слушайте, чем воздал Бог Аврааму? Исполнилась мечта Авраама. Вот чем воздал Бог. Когда в моей жизни есть мечты, я знаю, как генерировать, можно сказать, ответы от Бога. Я знаю, что я просто должен быть предан и верен Богу в одних вещах. Это в десятине и в других вещах. Это в партнерстве. И когда я предан Богу в этих вещах, своим партнерством я, можно сказать, регенерирую. То есть вызываю, вызываю ответы от Бога. И мои мечты, они сбываются. У каждого есть мечты. И мы думаем, что когда мы жертвуем, Бог воздаст над ними деньгами. В 30, 60 и во 100 крат. И мы сидим, берем калькулятор и считаем. На телефоне, опа, посчитали. Я уже богат. Нет, дорогой мой, Бог не так воздает. Он даст тебе ответы в том, в чем у тебя сегодня проблема. Он начнет помогать тебе. Деньги всегда идут, как приложение. Скажи со мной, приложение. Как бонус. То есть, как прилагаемое. А сам ответ, вот в чем. Бог знает твою душу. Он знает вообще все твои мысли. Он знает твои проблемы. Он знает, что тебе нужно в жизни. И вот когда ты, Бог, уверен в этих двух вещах, в десятине и в партнерстве, Бог, зная твою душу, готовит для тебя ответы. И, возможно, эти ответы скрыты. Знаешь, в чем? Может, это семья. Может, это здоровье. Может быть, ты ощущаешь какую-то немощь. Я видел лично людей, множество людей, которые были очень жертвенными. И они становились партнерами и жертвовали. И знаете, что? Бог по милости своей исцелял их. И знаете, дело не в том, чтобы они дали деньги. Нет, дело в том, что они почтили этим Бога. Они почтили работу Святого Духа. В моей жизни я вспоминаю, как я, когда продали мамин дом, мама умерла в 2005-м. И продали дом, и мы с сестрой, с сестричкой поделили деньги. И у меня там было 11 тысяч долларов, и, по-моему, 11 300. И 300, я помню, купил помощнице своей телефон хороший. А десятину дал тысяча. И, в общем, смысл вот в чем. 10 тысяч я отдал в работу Святого Духа. Я тогда отдал пастору Банихину. И я просто переслал эти деньги, помню. И знаете, что произошло? Мне не воздал Бог просто деньгами. Бог воздал тем, что исполнилась моя мечта. А моей мечтой было это провести Крусейд. И я так мечтал об этом, друзья. Я представлял это. Я мечтал. И вдумайте, что я делаю. Через полгода я снимаю Ледовый дворец в Днепропетровске. Парень, который никогда в жизни этого не делал. Это для него как прыгнуть с обрыва. Прыгнуть со скалы. Понимаете, да? Насколько я серьезно. Снять Ледовый дворец. У тебя людей нет. Послушайте, телевидения не было. Вы меня слышите? Интернета тогда толком не было. Ничего не было. Знаете, что было? Просто плакаты, которые мы наклеили. И вот все, что было у меня, друзья. Это моя вера в то, что Бог увидел мою жертву и поможет мне. Потому что я же посеял пастора Банихина в работу Святого Духа. И я хотел, чтобы то же самое случилось со мной. Чтобы я тоже увидел полный зал людей. Ну как он придет? Ну скажите, ну как может прийти полный зал людей, если в то время не было никаких средств для этого? И вот, я помню, приходит момент, я стою там в комнате, честно говорю, трушусь от страха. Знаете, у меня вера такая, знаете, сильная. И страх сильный. Бывает вот такое. Переживание сильное. Потому что я выйду сейчас туда, в зал, и я должен увидеть полный зал. Потому что я же в четвертом измерении его видел. В четвертом измерении видел полный зал. Я жертву принес. Для меня тогда 10 тысяч долларов было все. Это было мое, ну можно сказать, наследство от мамы. Я все пожертвовал. У меня ничего больше нет. И знаете что? Я иду шаг за шагом по коридору. Я никогда этого не забуду. Иду шаг за шагом. Я должен увидеть полный зал. Как это может быть? Бесы говорят, как это может быть? Как это может быть? Этого не бывает. Так не может быть. Этого не будет. Да кто ты такой? Да здесь вообще такие проповедники приезжали, там великие, мировые. И не было полного зала. А ты кто? И я иду, я никто. Господи, ну я принес жертву эту. Я в партнерстве. Вот, я отдал эти деньги. Боже, милостью своей помоги, да? То есть у тебя все упование на то, что Бог презрел на твою молитву, на твою жертву. Знаете что? Открываются двери. Я захожу. Представьте, полный ледовый дворец. Господи. Вы знаете, и когда я шел, я шел вот так вот, поймите, вот так, я поднимался, полный ледовый дворец. И я так расправил плечи. И говорю, сам себе, да я помазанник. Истинно Бог со мной. Я сразу, знаете, такой деловой. Аллилуйя. Все хорошо, друзья. Я торжествовал. Дай Богу славу. Я торжествовал. Я просто радовался. Я вышел на сцену с чувством вот этого ответа от Бога. С вот этого достоинства, которое Бог мне дал. Я так был рад. Я помню эту молитву, как я молился за исцеление. И Бог мне дал слово знания там. И знаете, я молился. И потом говорю, кто исцелился? А это же люди были все, чтобы вы поняли. Неверующие. Они вообще первый раз попали на такое собрание. И говорю, кто здесь исцелился, идите сюда. И такая толпа. Двести, триста человек вот так стоит. И мы начали брать свидетельство и поняли, что дальше нельзя, потому что это будет до ночи. И мы не возьмем у всех. Я в своей жизни, друзья, столько исцеленных до сих пор еще не видел, как на том Крусейде. И вы знаете, что интересно, вы слушаетесь. Я был верен всегда Богу в финансовой сфере. А Бог, в свою очередь, был всегда верен мне. Поэтому следующий Крусейд и следующий Крусейд и следующий Крусейд. Все Крусейды в Ледовом дворце это были невероятные Крусейды. И там были такие исцеления. Представьте, женщину привозят на Крусейд, у которой цирроз печени и у нее смертность с 99%. Вот такой вздутый живот, разговаривать она не может. Ничего не может, вот такая, как труп. И она, на Ледовом ее привозят. И вдумайтесь, на Ледовом конкретно Бог ее исцеляет. Она говорит, я стояла, и когда ты сказал, Дух Святой, приди, говорит, он пришел, говорит. И говорит, у меня только раз, говорит, и через ногу в землю все ушло. Полное исцеление. Я однажды еду на Крусейд, мы же проводили их каждые три месяца. И еду по Герою Сталинграда, там улица такая, один в машине, я всегда еду, молюсь. И я так помню, переживаю, за что-то переживаю, и вдруг меня посещает Бог. Все это, друзья, связано с партнерством, с деньгами, с десятиной. Я вам прямо говорю, многие люди говорят, как это может быть связано? А я тебе кое-что объясню. Если ты сегодня много молишься, если ты сегодня ходишь к Богу, общаешься, но если ты нечестивый в деньгах, Бог тебя поддерживать не станет. Кто-то меня слышит или нет? Потому что Бог говорит, не можете служить Богу и мамоне. Мамона, это, друзья, это дух, это дух жадности, это дух нечестия, это дух эгоизма, это дух вот этого эгоцентризма. Кто-то услышал меня? Дух вот этой нечестности, это демон, который толкает человека на преступление. Потому что многие думают, мамона касается только богатых. Богатых сильно касается. Послушайте, ну она касается всех. И вот, когда ты молишься Духу Святому, вот я общаюсь с Духом Святым, и вы знаете, что важно? У каждого человека есть разные слабости, правда или нет? У каждого, вы со мной или нет? То есть, я правду говорю? У кого-то здесь нет слабости, наверное, да? Есть такой человек? Есть у него такая слабость или нет? И вот, послушайте, но когда ты приходишь к Духу Святому, ты общаешься с Ним, ты должен знать одну вещь. Что касается финансов, ты должен быть чистым. Почему? Потому что из-за денег Иуда предал, продал нашего Господа Иисуса Христа. Я вам скажу, что из-за денег свершаются все преступления на земле. Из-за денег войны, из-за денег наркобизнес, из-за денег вообще сегодня бордели, проституция, из-за денег сегодня запускаются вирусы, как Эбола, в целые страны, чтобы эту страну поставить на колени и добраться до тех залежей, которые там. Послушайте, все зло сегодня идет через деньги. Демоны используют деньги. Поэтому, если ты в этой сфере честный, чистый человек, Дух Святой будет с тобой общаться. Эмэн, дорогой телезритель, ты должен знать это. Дух Святой будет с тобой общаться, если ты в этой сфере будешь чистым человеком. И вот, слушайте, дорассказываем историю. Я еду, и я за что-то переживаю, и мне Бог говорит такое слово. Говорит, ни за что не думай, думай только за больных людей. И сразу мне такое бремя в сердце, когда вау, я просто еду, и так еду, у меня слезы на глазах, я плачу, Бог исцелил. Бог меня так посетило Божье присутствие, друзья, что я не знал вообще, я не мог выдержать. И когда я приехал, я переоделся, я захожу в зал, слушайте, что происходит. В это время я этого всего не знал, это потом уже мы узнали. одна девушка, которая болела раком, и она получается уже умирала в реанимации, и ее врачи сказали помочь ей все равно не могут, и муж ее, уже, ну доктор говорит, она умрет, вот-вот умрет, прямо, может, сегодня, говорит, то есть вот такая ситуация. Говорит, муж услышал за Ледовый дворец, это вообще неверующий человек, но он услышал, вот что там исцеление, и он ее берет, эту женщину, девушку эту, она не ходит вообще, то есть как труп, он ее берет на руки и везет на Ледовый дворец, и ее на первой линии, там где больные, садят, и на стул, и она сидит вот так вот, просто вот так вот, сидит, она даже не может голову поднять. Я в это время пережил бремя от Бога, я захожу в зал, а молитва, вы же знаете, прославление, там пожертвование, потом там свидетельство, ну в общем, куча всего, а тут идет, только прославление началось, я захожу в зал, и у меня такое бремя за больных, что я выдержать просто не могу, и я иду прямой на вод, как к больным, говорю, я не могу ничего сделать. И знаете, к кому я подхожу? к этой девушке, которая должна сегодня умереть, труп вообще, она как скелет высохшая, и у нее там рак съел внутри, там все легкие, все там, она уже такая, даже не может двигаться, не стоять, ничего не может вообще. И я подхожу, и я начинаю за нее молиться, я ее вот так вот беру, поднимаю, молюсь за нее с вот этим бременем, и представляете, что происходит? эта девушка полностью исцеляется сразу. Есть где-то видео, я когда-нибудь вам покажу его. Она полностью исцеляется, вот так вот, она же упала, муж, хватает сразу уколы со шприцами, а наша группа порядка говорит, стоять, никаких шприцов, она лежит, а я подошел, говорю, дьявол, убирайся вон, а получается, а он стоит, говорит, так она же умирает, он перепугался, что все, конец ей вообще пришел, и он с уколом с этим стоит, говорит, дайте уколю, а наши, знаете, какие, говорят, укол, только себе, убекали, все, и, короче говоря, ее поднимают, и, представьте, она на ногах стоит, и она говорит, потом рассказывает, свидетельствует, говорит, я, говорит, вообще, стала на ноги, начала прославлять Бога, и в конце вышла на покаяние, говорит, и потом, говорит, я поехала, говорит, с мужем, остановились, я, говорит, съела, говорит, несколько вот этих, куриных вот этих ножек, окорочков вот этих, несколько сразу говорит, представляете себе, и это все следствие, друзья, вы всегда смотрите на следствие, а вы смотрите на причину, причина, общение со Святым Духом, причина, верность, в пожертвовании, в своем партнерстве, это всегда то, что играет огромную роль, я вам хочу кое-что зачитать, здесь у меня есть статья интересная, небольшая, очень маленькая, но эта статья, это настоятельница Свято-Архангела Михайловского женского монастыря, Серафима, мне очень понравилось ее высказывание о финансах, вот ей задают вопрос, часто можно услышать, что деньги меняют человека, согласны ли вы с этим утверждением, и она отвечает, к огромному сожалению, да, есть вещи, которые могут человека преобразить в худшую или в лучшую сторону, деньги, как и власть, меняют людей, нередко человек переходит из одного состояния в другое, как говорят в народе, из грязи в князе, не поднимаясь на новую высоту в мышлении, которое от него требует новый статус, все свои недостатки он несет с собой на тот пьедестал, с которого он виден гораздо большему количеству людей, чем раньше, и этим он вредит сам себе, и дальше ее спрашивают, можете ли вы вспомнить примеры из вашего личного опыта, когда резкое улучшение благосостояния действительно влияло на поведение и поступки человека, были это перемены в лучшую или напротив в худшую сторону. Друзья, вам интересно то, что я читаю? И вот она отвечает, деньги могут дать человеку неограниченные возможности, а могут, вознеся его, снова не зринуть его обратно. Я знаю людей, которые не справились с вызовом, получив новые возможности, получив новые возможности и оказались не на высоте. Знаю я и людей, которые, получив деньги, пропустили их, как песок сквозь пальцы. В 90-е, во время шальных денег, деньги могли стать причиной преступления, разрушить дружбу, привести к несчастьям. Есть люди, которые не умеют управлять своими чувствами, получив большие деньги. И тогда деньги становятся неким самостоятельным фактором, и уже не человек властвует над ними, а они властвуют. Над человеком. И отбирая ум, логику, чувство самосохранения. Посмотрите. То есть вот, когда деньги нами не владеют, у нас будет свидетельство. Мы будем всегда верными и преданными в десятине и в партнерстве. Если же мы нарушаем это, значит, деньги уже начали властвовать над нами. И вот смотрите, что дальше. Получив деньги путем преступления, например, коррупции, отравляет этим грехом свое будущее и будущее своих детей. А если деньги получены через кровь, то рано или поздно это приведет к огромным несчастьям в семье. Даже будучи отмытыми, кровавые деньги попадают в круговорот семьи и рано или поздно убивают корень рода. Посмотрите, это говорит человек, который православный. В целом могу сказать, что деньги требуют особого подхода и жесткой дисциплины. В каждом слабом духом и умом человеке деньги могут взорвать личность изнутри. Они любят сильных духом людей. Аминь. То есть деньги любят сильных духом людей. И знаете, когда человек вот, он имеет даже цель, я это видел не раз, он говорит, я хочу жертвовать, я хочу жертвовать, я хочу быть партнером. И потом вдруг у него начинает что-то расти, знаешь, бизнес расти. И представляете, люди не выдерживают то, что пишет эта Серафима. Она говорит, люди не выдерживают, когда приходят деньги и меняют свой ориентир. они меняют свою цель, свое видение. И вы знаете, что в жизни, я уже заканчиваю эту мысль, очень важно, послушайте меня все, дорогие телезрители, мне хочется, чтобы каждый был внимателен. В жизни очень важно остаться преданным виденью Духа Святого. Если у меня нет денег, я все равно буду предан. Если у меня будут миллионы, миллиарды, я все равно живу для Него. Деньги не завладеют моей душой, скажи это, аминь на это. Процветание, успех не завладеет моей душой, потому что я останусь верен моему Богу, Его видению. И знаете, бывает такое, когда мы что-то начинаем делать, и вот я это испытывал, когда вот начинаешь делать что-то, и Бог говорит, возьми всем пожертвуй, и ты всем жертвуешь. А потом приходит такой уровень, когда, если Бог скажет всем пожертвовать, то, вы знаете, это для тебя будет огромной проблемой. И знаете, что, Бог на каждом уровне рано или поздно говорит, принеси своего Исаака, чтобы проверить твою верность, и чтобы поднять тебя на новый уровень, чтобы в духовном мире ты имел благословение. И я хочу тебе сказать, друзья, заканчивай эту мысль, сегодня, вот сейчас, мы будем молиться, у вас есть анкеты, и, дорогие телезрители, послушайте, не оставайтесь в стороне, знайте, что сегодня каждый человек, который верен в десятине, в своей церкви, и который верен в партнерстве, это люди, которые имеют, имеют просто шанс, имеют привилегию, имеют право на благословение и успех в своей жизни. Сегодня на этом собрании, внимание, вы должны знать, у кого-то изменится жизнь, потому что ты не останешься уже тем, каким ты был. И если вдруг так оказалось, что ты не был партнером, вдруг так оказалось, что ты реально мог взять десятину Божью и потратить на свои нужды. Я хочу сейчас помолиться за тебя, чтобы кровь Иисуса Христа тебя омыла, но есть одно условие, ты должен сам сейчас сказать Богу, Боже, прости меня, покаяться перед Ним и сказать, Господи, никогда не возьму твоих денег и всегда буду верным в десятине и в партнерстве. Если ты согласен со мной, я хочу молиться с тобой молитвой согласия, чтобы кровь Иисуса, также дорогой телезритель, омыла тебя и чтобы у тебя началась с этого дня новая жизнь и чтобы было множество свидетельств Божьей славы на твоей жизни, на финансовой сфере, на здоровье, на семье, на личной жизни во имя Иисуса Христа. Дайте Богу славы сейчас. Давайте встанем. Вы знаете, что бывает происходит? Иисус всегда говорил такие слова. Вас это не удивляет вообще? Это не кажется странным, когда Он говорит, имеющий уши слышать? Да слышит. Как будто бы люди они не слышали. Я получил для себя понимание, почему так Иисус говорил. Потому что бывает, я говорю людям что-то и говорю у тебя там анкетка есть, заполни ее и будь верным Богу. И вы знаете что? Я вижу что человек даже не притронулся к ней. Это говорит о том, что Он не слышал. Он закрыл свои уши духовные и остался в этом состоянии. Я мечтаю о вас друзья, чтобы каждый из вас увидели Божью славу. Меня все слышат друзья? На трибунах везде. Меня слышат сзади. Слушайте внимательно. Никогда так не делай. Если пастор что-то говорит для твоей жизни, значит Бог через него говорит в твою жизнь, чтобы тебя благословить. Если ты это отклоняешь, ты отклоняешь Божье благословение на свою жизнь. Поэтому сейчас, когда мы помолимся, после этого будет песня, и возьми эту анкетку, и заполни, и стань новым человеком, новым творением в финансовой сфере. И скажи Богу, Бог, теперь я имею это право на процветание, на благословение. Отец, во имя Иисуса Христа, я молю тебя за каждого присутствующего в этом зале. Во имя Иисуса, я молю тебя за каждого Господь у экрана телевизора. Боже великий, сегодня я молю тебя кровью своей, омой каждого, кто сегодня приходит к тебе с покаянием, кто удерживал десятину, брал десятину и тратил на свои нужды, кто не был партнером, сегодня Господь, пусть начнется новая жизнь, пусть кровь твоя святая омоет каждого, Господь мой, и милость твоя покроет жизнь каждого, во имя Иисуса, во имя Иисуса, и как Авраам, который почтил Мелхиседека десятиной, который дал ему это, Господь, и ты благословил Авраама, я прошу тебя, чтобы ты благословил каждого из нас, давай поднимем руки, каждого из нас, каждого из нас, каждого из нас, чтобы наши мечты сбывались, Боже, я молю тебя, я молю тебя о финансовом процветании каждого человека на этом месте, я молюсь за каждого телезрителя, я молю о финансовом процветании, о новых возможностях, об успехе, О том, что пришло помазание, процветание Во имя Иисуса Господь благослови Подними на новый уровень Каждого присутствующего и каждого телезрителя На новый уровень, великий Бог На новый уровень Во имя Иисуса Закричи Аминь